Учитель Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа определяет основные пути развития его профессиональной компетентности. Работа в методических объединениях, творческих или проблемных группах, инновационная деятельность педагога, участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, форумах, фестивалях, обобщение и распространение собственного педагогического опыта, аттестация педагогов, повышение квалификации, развитие профессиональной компетентности через активную форму работы с педагогами. Профессиональный успех педагога прежде всего зависит от личных качеств учителя. Как он преподнесет себя детям, так они и будут его воспринимать. Умение заинтересовывать ребенка и излагать материал так, чтобы он был понятен и интересен, эти качества присущи и каждому, но нужно пытаться их развивать. И вот это и есть залог успеха. Более того, каждый учитель должен помнить, что каждый ученик – это уникальная индивидуальность, и одинаковый подход ко всем не даст положительных результатов. Машу, наши дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение и укрепление их физического здоровья делали не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Если у молодежи появится привычка к занятиям спортом, будет решена и такая острая проблема, как детская безнадзорность. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Поэтому основным направлением работы в школе считаем развитие профессиональной компетентности учителя, который способен умело организовать деятельность учеников, передать обучающимся определенные знания.